Воровской мир России всегда был антисистемой по отношению к государству, то есть нечто большим, чем просто криминальное сообщество. А иерархия и устой в этой антисистеме определялись наколками. Никто до сих пор не может точно ответить, что послужило основанием для образования воровского мира, фактически параллельной системы власти. Кроме России такое сообщество в виде института есть лишь еще в двух странах мира, ЮАР и Папуа, Новая Гвиня, о них рассказ в конце этого поста. Все три страны объединяет одно, криминальная иерархия в них сложилась как ответ на колониальное закручивание гаек, в случае с Россией, на установление прусской бюрократической системы в 18 веке. Лингвисты вам расскажут, что основой для блатного жаргона, фени, стал язык офений, мелких торговцев. Собственные языки в России при власти ранних романовых имели профессиональные сообщества, и нищие, и воры. Язык офений – язык профессионального сообщества бродячих торговцев. Артели бродячих торговцев представляли собой нечто среднее между группой камеоэжеров и бандой мошенников. Тайный язык позволял торговцам обсуждать способы обмана покупателей прямо в их присутствии. В конце 18 века академик Палас, составивший сравнительный словарь всех языков и наречий, включил туда суздальские слова, так иногда называли языкофени. Серьезный язык торговцев МВД обратило внимание в 1853 году. Тогда был создан особый секретный комитет, занимавшийся делами о старообрядцах. Членам этого комитета пришло в голову, что офени не столько торгуют, сколько выступают в роли старообрядческих агитаторов. Действительно, у офени со старообрядцами было много общих дел. Бродячие торговцы забирались в довольно глухие места и нередко вместо денег брали за свой товар старинные книги и иконы, которые затем продавали староверам. В конце 19 века в феню валился идиш, язык еще одной угнетенной антисистемы того времени, евреев, старообрядцы и евреи. Вот основа ранневоровской иерархии. Криминальный мир принял Октябрьскую революцию. Да и почему не принять, если она освободила их наряду с другими угнетенными? При этом в начале 20 века политические и уголовные заключенные нередко составляли единое целое минус. Революция не делается в белых перчатках. Блок Толковатли уже приводил кратко пример такой спайки в одном из своих текстов. Иосиф Гамбург, один из знаменитых боевиков РСДРП. А его отсидки в царской тюрьме есть такие строки. Дружба Гамбурга и Фрунзе закрепилась в Александровском Централе, куда их перевели в августе 1914 года. Политических поместили вместе с уголовниками. Барак был плотно набит арестантами, но клопов в нем было раза в три больше. Клопы делили пищу, люди, места. Стычки вспыхивали постоянно. Кто-то усурок ткнул в бок Гамбурга, пошел к параше, жидяра. Иосиф, боевик, осужденный за баррикадный бой, не остался в долгу, и многие потянулись за заточками. Назревала поножовщина. Фрунзе спрыгнул снар и крикнул уголовникам, затеете драку, измордуем, костей не соберете. Запомните эти слова. Прозвучало довольно внушительно. Урки замолчали. И с тех пор ссоры стали редкостью, а нового авторитета выбрали старостой. Все поняли, что интересы зеков перед администрацией никто не сможет защитить так, как этот человек. Из этой же серии был знаменитый командир Котовский и еще десятки пламенных борцов. Даже один из самых почитаемых воров в законе, Мишка Япончик, Моисий Винницкий, с радостью устанавливал революцию. В 1908-м он получил 12 лет как политезаключенный, за налеты на магазины и банки, так называемые за экспроприацию. Япончик придерживался взглядов анархистов, был членом их организации «Молодая воля». В 1917-м вышел из тюрьмы по амнистии временного правительства, уже в звании Ивана Минус так тогда называли законников. Считается, что Япончик первым стал называть себя вором в законе, но, вопреки устоявшему сомнению, вор в законе не прижилась в криминальной среде, а лишь у милиции. Себя эти люди до недавнего времени называли свояк. Ну а дальше Япончик сколотил еврейскую дружину. Она вместе с большевиками, эсерами и анархистами громила сначала украинских самостийников, французских интервентов, белых. Мишка Винницкий дорос до красного командира бронепоезда, но и первое ремесло свое не бросал, продолжал с бригады грабить богатеев. История известная, но еще раз можно почитать о Япончике, к примеру, здесь. Опять же вопреки расхожему мнению, евреи не превалировали в криминальной иерархии СССР. В своих мемуарах один из авторитетов, а позже знатный артельщик-золотодобытчик Вадим Туманов описывает воров в начале 50-х в лагерях Колымы и В.Сибири. В книге он упоминает имена фамилии 50-60 воров в законе. Среди них почти все, русские, 5-6 человек, евреев, еще 5-6, татары плюс армяне. Ни одного грузина среди воров упомянуто не было. Зато среди верхушки Колымского ГУЛАГа было очень много грузинов, средний и нижний состав, преобладание украинцев. А самыми жестокими считались русские из Костромской и Вологодской области, низовая Вохра. Туманов даже приводит биографию одного такого грузина, отличавшегося особой жестокостью, в том числе и убийствами, начальника штрафных лагерей Зала Георгиевича Мачадали. После ликвидации ГУЛАГа он стал заместителем директора Академии художеств Грузии. В 60-х Туманов даже навестила его в Тбилиси. Умер в 80-х, окруженный почестями, в том числе и творческой грузинской элиты. И биографии остальных грузинов плачей схожи. В 60-х пошли по культурной и хозяйственной части. Зато у русских начальников ГУЛАГа почти однотипные судьбы, с конца 50-х они заполняют должности начальников отделов кадров, институтов, заводов, пароходств, республиканских министерств, и так далее. Наверняка люди старше 50-ти могут вспомнить из своей жизни таких начальников отделов кадров. Правда, Туманов упоминает еще вторых русских начальников колымских лагерей, полковников, что возглавили не ХР, а мисокомбинаты, в частности, в Новосибирске. Так вот, если в 50-х среди воров в законе не было вовсе грузинов, или было очень-очень мало, то позже и вплоть до наших дней они почти полностью заполонили воровскую систему. Сейчас их 60-70% среди всех воров. И на ум приходит только одно объяснение – грузины, отставники ГУЛАГа и породили такую метаморфозу. То есть влиятельная грузинская группировка МГБ все равно осталась у власти через воров, своих представителей. Этакий криминальный Сталин жив. Но грузины не первыми стали размывать старый, добрый российский криминальный мир, а так называемый «сучины», по зову Сталина перешедшие в 1942-м на другую сторону, то есть отринув воровские традиции. Значительную часть мемуаров туманов, кстати, редкий случай в отечественной литературе, взгляд на ГУЛАГ не глазами политзека, как мы привыкли, а урки, занимает описание знаменитой криминальной войны, сучившихся с ворами. Она началась в 1947-м и закончилась только в конце 50-х. Но и после ГУЛАГа воры находили лидеров в СУК, и жестоко их убивали. Кстати, страшным мучением уже в мирной жизни, в конце 50-х, 60-х годах воры подвергали особо жестокое гулаговское начальство. Вот одно из его описаний банд сучившихся, одно из самых беспощадных слова команды Васьки Пивоварова, созданное в Караганде из отпетых угловников, провинившихся перед преступным миром и не имевших другого шанса выжить, кроме как вместе с лагерным начальством сломать хребет законному воровскому сообществу. Пивоваров сам был вором и попал в штрафбат. Повоевав и снова попав в тюрьму, пошел в услужение чекистам. В его команде также были уголовники-фронтовики, в основном со сроками 25 лет. Цель поездки таких бригад по лагерям состояла в демонстрации силы сучьей власти и в окончательном, любыми средствами. Подавление авторитета воров, не политические, а именно честные воры выступали организаторами противостояния, и держали в напряжении систему. Группа пивоваров уже прошла в Аркуту, Норильск, Ангарск, Кита и теперь пришла на Колыму, оставляя после себя сотни трупов. Далее он описывает войну воров и сучившихся на Колыму, снова с сотнями трупов, сожжением бараков и даже их взрывом аммонитом. Так, при взрыве одного барака погибло более 70 из сучившихся. Кстати, к середине 50-х остались только три точки в ГУЛАГе, где сучившиеся не смогли взять власть. Колыма, Норильский вор Кута, Ваську Пивоварова, кстати, и убили на Колыме, жизнь его закончилась на Эндигирке в лагере при прииске Альчан. Он с надзирателем зайдет к ворам в бур. Вор Колька-Цыган, отлично умеющий бить в сонную артерию, прыгнет с верхних нар и ударит его в шею заточкой. А вот, например, как в конце 50-х вора расправились с одним из самых лютых лагерных чиновников, неким Романовым. Три вора поймали его в Артеке, ему перерезали сухожилие на руках и ногах и вдобавок изнасиловали. К 1980-м эта антисистема была почти размыта, что она из себя представляла во времена Рассвета. В середине 1980-х поведал один из знаменитых воров в законе Васа Бриллиант, Бабушкин Василий Степанович, последний вор Непманской закалки. Из тех, кто формировал Кодекс воровских правил, Бриллиант 44-го года провел в пересылках, тюрьмах и лагерях. За всю жизнь он ни дня не проработал на государство. До войны был смотрящим в нескольких зонах на Урале и Сахалине. В 1954-му году по решению сходки убил трех сучиных воров. Последние годы Бриллианта содержали в камере одиночки и тщательно скрывали его местонахождение. 30 января 1986-го года, когда Васа Бриллиант сидел в Соликамской ИТК-6, Белый Лебедь, с ним встретился один из сотрудников Центрального аппарата МВД. Из этой встречи цитируют фразу Бриллианта, «Не списывайте все преступления на воров и не делайте из них козлов отпущения. Мы несем свои крест-частоты воровской жизни. Она чище, чем вся ваша государственная конюшня. Сегодня вы нас в петлю толкаете, а завтра, когда мы уйдем, удавка затянется на ваши шеи». «Братва должна понять, что нам грозит разложение. Нас хотят натравить друг на друга. Откуда этот ветер дует? Похоже, с запада. Видно, опасаются нашей идейной сплоченности и хотели бы нас разобщить. Сиволапы, антисоветчики, топтали зоны, потом двинули за кордон. А там сообщили, что значит в России сила нашего братства. Я встречался с Буковским на Централе во Владимире. Он хотел тогда втянуть братву в политику, чтобы преступный мир поддержал диссидентов. Но у нас нет хозяев, а у них у всех хозяева на Западе. Наша позиция пришлась не по вкусу политическим. И теперь для них преступный мир, как и Россия, словно кости в горле. После этой встречи оперативник Эмбриллиант прожил два месяца. Предполагают, что его задушил в камере наемный убийца. Ну а последний удар по воровскому миру, после ссучившихся грузинов, нанесли чеченцы. Об этом подробно пишет в своей книге «Русская мафия» Владимир Мальсагов. О становлении чеченских опкой вообще Ичкерии. Автор отмотал 10 лет в лагерях. Там же на зоне сидел с основными главарями чеченцев, что впоследствии стали лидерами Ичкерии организованной преступности. Главная мысль книги. Еще в 70-е КГБ коптировали в свои ряды чеченцев. Многие чеченские авторитеты даже офицерские звания КГБ и ФСБ имели. Вся так называемая организованная преступность не только находилась под контролем спецслужб, но и управлялась ими. Интересно, что одни из главных чеченских криминальных авторитетов, Ханнухаев и Руслан Атлангерев носят криминальные клички Гитлер и Ленин соответственно. Ну а тюремные наколки остались последним осколком воровского мира. По старой привычке зеки, даже не принадлежащие к воровской иерархии, все равно рисуют на себя познавательные знаки. Блок толкователя перемежает фотографии классических воровских наколок с некоторыми аббревиатурами, до сих принятых в этом мире, и наколываемыми на тело как объяснительное.